всем привет всех субботой сегодня у нас прямой эфир по занзибару стараемся от специалистов услышать рассказы интересные по экскурсиям и по тонкостям посещения занзибара сегодня у нас в эфире константин будет генеральный директор компании сафари занзибаре 10 лет уже занимается африкой плотно надеемся будет интересный рассказ планируем где-то примерно полчасика минут на 40 пока в ожидании константина расскажу чуть про занзибар сейчас поставили рейсы на крыльях 3 авиакомпании 5 туроператоров это пегас аннекс у нас 1 летят самар урал и совместно с аннексом борта интурист грузит полетка достаточно часто практически три дня в неделю будет значит в планах еще есть у ютера регулярку с конца ноября поставить и вчера такая новость проскочила что библиоглобус будет ставить константин ожидаемого эфира так 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 она вижу у нас сейчас здрасте константин 10 лет африкой занимается уже наверное знает все по экскурсии может нам рассказать как бы наверно сейчас будет основное зимнее направление скажем так основная альтернатива юго-восточной азии это и он в том числе потому что если откроется то не ради февраля точно а то может быть даже и позже поэтому туроператоры поставили кучу рейс на зензибар посмотрим как у них с загрузкой будет уже такая небольшая ценовая война началась опускаю ценник и цена тура сейчас на 10 значений на двоих где-то от 110-115 тысяч рублей по зензибару я чуть-чуть как бы начну константин наверное продолжит и более подробно зензибар это в нашем представлении остров на самом деле это архипелаг из 75 островов в основном остров куда мы прилетаем и который как бы у нас в голове сидит что это зензибар это унбуджа погодные условия зима самое время наверно для посещения все зимние месяца погода некомфортная поэтому надеемся что будет интерес и люди поедут смотреть изучать и не только пляжный отдых но и посещать экскурсия по национальным паркам сафари и я не стесняюсь я слушаю вас все хорошо рассказывайте а ну давайте так информации много очень я могу бесконечно рассказывать стараемся формат часа ложится сейчас 11 по москве чтобы там по моему прямой эфир максимально час ну то есть не больше часа вот а если меньше ну отлично с чего начать можно основного я думаю вводную рассказали зензибара раскручивают уже года три он стал известен как массовому туристу для этого в африку мало вообще кто ездил да и зензибар часто не ассоциируют с африкой но вот как бы остров остров а потом а оказывается можно поехать на сафари на материк настоящую африку посмотреть становится все популярнее все больше постов различных в инстаграме смотрю вижу народу очень нравится цена вот вы обозначили абсолютно демократичная и в прошлом году андрей слышно до меня все хорошо хорошо цена демократичная поэтому за заявок много запросов много конечно же если мы едем на зензибар летим на зензибар ну это грех взять не сафари хоть какое-никакое самое бюджетное но слетать на материк скататься чтобы увидеть настоящую африку животных для меня африка вот сафари ты не только животные конечно же хотя это безусловно очень классно в том числе и просто увидеть как живет африка потому что зензибар то зензибар то остров туристический там немножко другое как нас живет как как африка живет материковая это очень интересно посмотреть настоящую настоящие саванны дороги не знаю ну горы калиманджар в конце концов одним глазком взглянуть все это очень интересно и здорово поэтому тут что можно еще сказать но мы можем какой-то либо по вопросам по вашим я отвечу либо могу ну не знаю как по презентаж к своей пробежаться наверное интереснее будет на ваши вопросы и зрители поотвечать потому что так я могу очень долго рассказывать и про особенности парков и про все что угодно общее представление у людей кто зензибаром незнаком появилась сначала острове расскажем а лучше что касается расположение по побережьем отливы приливы где как бы лучше планировать основное время нахождения занимает дорога допустим если с острова на материк лететь на килиманджаро и уже дальше по экскурсиям пройдем чуть-чуть ну и какие-то тонкости которые именно на зензибаре только присутствуют ну как бы вопросы общие которые скорее всего интересуют туристов это с въездом как то что там виза нужна с расчетом по карте безопасность кухня ну вкратце по чуть-чуть подпродяжимся дабы общее представление людей появилось да хорошо ну значит зензибар у нас находится в восточной африке это относится к танзании автономия сама сама танзания у нас на материке государства восточной африки но зензибар относится к ней виза там получается по прилету 50 долларов платите сейчас открыли чартером новый терминал наконец-то на зензибаре до этого было там ну совсем все печально сейчас красивые достроили наконец-то международный аэропорт на зензибаре и вот я думаю как раз по чартеры из россии его открыли поэтому данном случае это большой плюс по визе но вот 50 долларов либо на месяц либо заранее за две недели можно онлайн подать все и там тогда вероятность что поменьше в очереди простоите собственно по визе вот так что еще экскурсии а ну давайте перелет да то есть само сафари происходит у нас они чартеры все летят на остров это перелет где-то около девяти часов по-разному девять девять с половиной соответственно одну сторону то есть ближе чем до кубы доминиканы и до таиланда до того же если мы берем москву допустим потому что многие спрашивают а сколько лететь если чартеров нету кто-то летает регулярными рейсами я вот всю жизнь летают туда в априку регулярка и с пересадкой через турцию через дубай и вообще без проблем не наоборот так больше нравится санкт-петербурга летают так вот когда рейсов нету не хотят там до москвы ехать чтобы начать просадиться ну то есть хотя сейчас по моему с ростова пустили из краснодара то есть нескольких городов уже чартер пустили даже вот а какие еще кроме москвы москва питер по моему ростов и с урала тут пустили я точно сейчас могу наврать поэтому не буду знаю что из пяти городов пустили я чувствую это зимой будет просто нашествие русских на занзибаре и все конечно же ждут с нетерпением потому что но тут сделали максимально комфортно чтобы только москва летела но и летели и регионы что конечно же прекрасно потому что отдыхать хотят все причем по адекватной цене так значит на занзибар прилетаем занзибар у нас давайте поначалу про занзибар кратко занзибар у нас ну вот сколько там я не мерил но его можно там за день принципе объехать за полтора дня то есть за день можно обкатать на машине есть ну несколько пляжей основных на занзибаре я вам расскажу просто не будут там название какие-то ну хоть не без названий с названием придется все равно то есть есть нунгви кендва это север это самые массовые такие вот пляжи на севере острова почему массовые ну потому что там от океан уходит у нас недалеко есть отливы и приливы минимальные вот не менее прекрасные есть пляжи и на востоке острова вот там отливы у нас могут достигать километра а то и полутора но очень интересно пройтись по дну океана посмотреть живность различную есть лагуны где можно покупаться у нас некоторые туристы экспериментируют но те кто не чартерами летают они могут там позволить себе тут пару ночей там пару ночей и посмотреть как где вообще что происходит где какие пляжи где какие отливы приливы то есть во всем есть своя прелесть на самом деле поэтому есть несколько пляжей на востоке принципе отдыхать можно всюду но самое популярное это у нас восток острова и север потому что на востоке север это нунгвикендва там такие ну не знаю там ну там вдоль побережья застроено все отелями бары рестораны то есть так такое достаточно людное место самое популярное если вы хотите чуть больше спокойствие релакса такого меньше суеты хотя на востоке тоже есть там вот я перед эфиром выложил у нас туристы снимали клуб как ночной то есть там да то это на востоке в отеле coral rock то есть развлечение есть и там и там по экскурсиям по экскурсиям есть несколько основных экскурсий на занзибаре которые ну в принципе тут на вкус и цвет все фломастеры разные давайте расскажу кратко про каждую и расскажу что мне нравится допустим есть самые популярные экскурсии три в одном допустим stone town плюс prison island или остров черепах и соответственно касанокупенда что туда входят ну да она знаю мы сейчас про экскурсии на занзибаре рассказываю почему три в одном то есть три объекта получается можно посетить трансфер на занзибаре достаточно дорогие около 40 50 долларов в одну сторону поэтому лучше там в одну экскурсию какие-то две активности включать да то есть чтобы максимально на трансферах сэкономить вот тут это три в одном она достаточно популярна забираем с отеля везем с сначала на prison island там мы смотрим этих огромных сейшевских черепах покормить их можно так можно и с историей познакомиться этого острова там была тюрьма построена свое время которые так и не стали пользоваться но есть там некоторые исторические особенности но суть острова самое интересное то что там вот эти черепахи можно поплавать тоже пляж красивый посноркать после этого едем на косу на купенда исчезающий остров так называемый в океане она находится примерно посерединке между prison island и стонтауном то есть сначала мы едем до стонтауна из любого отеля там садимся на лодку едем минут 20 до prison island гладим фото им кормим черепашек едем на на купенду это коса в океане она прилив исчезает практически полностью сноркаем кушаем обед из морепродуктов возвращаемся в стонтаун и там у нас исторический тур смотрим дом фредди меркури дом дом чудес и несколько еще различных интересных музеев домов рынки рынок есть вот ну и собственно после этого возвращаемся в отель либо можно на закате где-нибудь в отеле в стонтауне вечером на крыше встретить закат это одна из экскурсий три в одном что еще стоимость плюс-минус у всех одинаковая около там восьмидесяти ста долларов человека получается в группе ну я уже называю обычно с русскоязыч гидом вот это раз что еще есть blue safari blue это когда мы садимся на лодку и на целый день уезжаем под такую на такой очень красивой аутентичной деревянной лодки она под парусом то есть по-настоящему можно под парусом пройтись и мотор конечно же есть если ветер непопутный то на моторе без проблем домчат ребята но очень интересно смотреть то есть сама вот для меня было вот для меня часто процесс важен сам я смотрю как ребяту парусом управляют как вот ну просто вот ты ленесешься под парусами как какой-то мореплаватель кроме этого конечно же вы посмотрите увидите кучу рыбок различных привезут вместо и поедем по мангровым различным зарослям лицам коралловые острова красивые на которых никто не живет вот это вторая экскурсия которую я бы в принципе рекомендовал посетить тем более что вы покушаете там тоже на экскурсии морепродуктами кормят свежими очень вкусно вот поэтому в данном случае мне она тоже понравилась есть даже можно закупиться вещами там на остров приезжают вещи приводят вещи торговцы и неплохие вещи в принципе туристические там футболки все подряд шорты можно купить Статин с детьми как бы нормальные ну не напряженные экскурсии с детьми нормально придут да с детьми нормальными с детьми нормально у нас ездят вот недавно ребята вернулись сколько там да и три года и два четыре пять лет с детьми нормально вполне я не успеваю постить все в нашем инстаграме вот у нас сейчас Николай съездил они как раз постили публиковали пост про то как с детьми съездить тоже говорят да все нормально там двое детей маленьких было на Занзибаре то вообще без проблем в этом плане ну остров остров тут я уже говорю больше про сафари на самом деле есть отели которые там с детьми пускают есть которые не пускают но это стандартно так же как во всем мире допустим поэтому с детьми ок ясно могу еще рассказать про какие-то экскурсии если нет вопросов могу продолжать тогда не то что можно а нужно вообще сказать скорее всего про экскурс хорошо смотрите что еще есть есть тур на ферму специй ферма специй у нас представлена различными как ни странно специями все верно да то есть которые произрастают но вот лично я когда пывал мне очень интересно было потому что я не знал что вот то что мы вот едим в этом в этих порошках очень вкусно пахнет совсем по-другому растет мне как исследователю очень интересно это все было обычно совмещают еще с чем-то с джазани порос например это мангровый лес кто-то говорит ну вот ну что лес я там приехал водичка там лес колобусы красные мне нравится почему ну на самом деле не часто есть возможность вообще мангровый лес увидеть учитывая что они исчезают порубают и кто-то их и не видел часто поэтому те же колобусы это эндемики очень интересные смешные забавные обезьянки которые редко встретишь то есть сам джазани форест посмотреть лес это там три вида растительности вот три экосистемы забавных колобусов которые там живут ну вот их можно совместить вот эти джазани форест с так называемым спайс туром да то есть от слова специи вот это у нас еще две экскурсии тоже можно объединить в один день очень интересно какие специи на занзибаре вот самая фишка занзибара скажем так ну на все ну я не знаю все наверное гвоздика вот эти вот куркума что тут у нас еще карри то есть все что произрастает все что мы едим в принципе перец конечно же что там джинджер как вы поручите джинджер имбирь а кофе есть в занзибаре свой выращивают нет? в занзибаре нет но кофе кофе это уникальная штука на самом деле танзанийское кофе вот наверное только ну оно мало не так известно как кенийское конечно Кению вы всюду можете увидеть там купить там Кения там уже вот эти вот даже все известные марки но вот Танзания оно ничуть не хуже по моему мнению лучше кофе и вот кто покупает кофе кофе выращивается конечно же в определенных местах как и всюду в предгорьях Килиманджаро кофейные плантации находятся очень вкусно кофе невероятно вкусно берите в зернах стоит там копейки возьмите себе кофемолку я раньше возил в зернах оно у меня лежит я там раздарю друзьям ну некогда я не знал ну как куда-то нести потом заказал ту кофемолку за тысячу рублей с интернета где-то все и вот теперь я в зернах привожу удивительный аромат то есть кофе конечно же это отдельная тема то что привезти Занзибару нужно можем коснуться да то есть по экскурсиям давайте закончим сейчас смотрите по экскурсиям что еще по экскурсиям дельфинов можно обязательно мало где можно поплавать с дикими дельфинами есть такая возможность на Занзибаре тоже но это на целый день это гарантированно или как повезет это когда нас на сафари спрашивают слушайте мы точно увидим там льва или там я говорю если вам пообещали что вы точно увидите льва то как бы ну немножечко лукавит да то есть в данном случае ну конечно это же дикая природа это не зоопарка как бывает мы просто едем посноркать на Мнембу Айленд допустим снорклинг тоже классная экскурсия съездить на Мнембу Айленд посмотреть остров Билла Гейтса на котором высадиться нельзя но вокруг поплавать можно посноркать невероятно красивая вода без всяких фильтров поэтому тут обещать ничего нельзя ну достаточно часто видят дельфинов плавать с ними можно поехать посноркать и увидеть этих дельфинов есть еще классная экскурсия но это уже знаете ближе такой к экстриму поплавать с китовыми акулами это возле острова мафия возле острова мафия это конечно не так экстремально как в Южной Африке предлагают в клетке поплавать с белыми акулами выйти так сказать из зоны комфорта вот но китовы акулы они безопасны да говорите нет 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 я да как бы китовыми акулами это круть вообще как бы просто это самая большая акула и полностью безопасная тоже плантоном питается представляю какие ощущения можно получить находясь так с жизнью рядом Африка это вообще дикие эмоции невероятные именно поэтому мы и занимаемся нашей компанией я лично потому что ну как бы вот что-то такое более Турцию Таилан не так интересно делать потому что я все время поехал в Африку полюбил ее занимаюсь смотрите значит что еще на Занзибаре можно на Занзибаре есть ресторан за рок ресторан на скале в океане да там не так далеко от океана есть небольшой риф интересно встретить вечером когда приходит океан прилив интересно встретить вот покушать прямо на этой скале тоже есть аттракцион можно в пещерах поплавать даже мало даже кто на Занзибаре живет мало кто знает про эти пещеры называется Куза Кейпс такие пещеры там есть сразу несколько особенностей могут там на барабанах на национальную музыку поиграть на инструментах то есть там соединили так возле пещеры плюс в самой пещере конечно поплавать вода кристально чистая она в самом Занзибаре в центре острова по сути находится не где-то там возле да то есть океана в чем как раз уникальность вот там такие вода прозрачная глубоко маски выдают можно со своей очень интересно что еще что еще на Занзибаре на Занзибаре давайте тут смотрю даже Куза Киевс культурный тур в пещеру допустим культурный тур в деревню в пещеру я рассказал в деревню можно сходить в местную деревню посмотреть школа как работает как люди живут это интересно на самом деле нас многие туристы во время сафари просят завести их там настоящим массаем в какой-нибудь центр детям раздают смотрят как люди живут как работает вообще школы сады и вообще как все устроено на самом деле вот окунуться в настоящую нетуристическую жизнь местного колорита чувствовать местный колорит Константин а что касается безопасности вообще насколько вечерние прогулки днем где-то не только в туристических комнах а вообще на острове ну безопасность это туристический остров он небольшой я бы также не рекомендовал как и в любом месте в принципе по ночам где-то лазить что в Турции что в Таиланде но могу сказать по опыту как бы народ туристы тусуются и по ночам и по вечерам просто так же нужно внимательно смотреть чтобы там кошелек при вас был да то есть всюду находятся нехорошие люди на любом в принципе курорте поэтому есть ночные бары клубы в плане безопасности что на материке в самой Африке которая менее даже туристическая потому что Занзибар там полностью сейчас под туризм заточен в той же Аруша куда прилетают там на сафари там приходишь спокойно народ сидит в барах и в клубах белые там много волонтеров да то есть с разных стран очень много белых людей живет в той же Аруша и спокойно общаются живут рядом вместе там ходят ночные клубы то есть абсолютно все нормально нет такого что там пришел тебя там затолкали запинали нет то есть или сказали иди отсюда ограбили выкинули на улицу конечно же такого нету стандартные меры предосторожности от мошенников каких то конечно нужно соблюдать это как в России в Таиланде Турции так и в любом везде самое жесткое где я попадал на карманников и на автоворов которые не машины воруют а из машин воруют это Европа это Испания это Исталия это просто трэш какой-то я находясь в Барселоне три раза попадал на карманников находясь на Тенерифе посещая вулкан Тейда четко предупреждают ребята от машины далеко не уходите вещи не оставляйте бьют стекла вытаскивают вещи вот это такой трэш ни в одной стране мира ни в Таиланде там не знаю где-то в других странах я такого не встречал как в Европе сейчас непосредственно происходит потому что очень много с Африки приехало беженцев арабов сирийцев еще кого-то они естественно полностью криминальный образ жизни ведут и честно говоря напрягает иногда у меня в Барселоне пытались трижды вытащить кошелек и скрыть сумку но как бы пресечено все это было но не очень приятно когда такое происходит у моих друзей вытаскивали деньги Господи Константин знаете какую тему хотел я спросить и пока не услышал ее это рыбалка на Занзибаре присутствует ли какая-то там действительно на трофейных экземплярах глубоководная какая-то ну в единственном океане рыбалка есть что-то вообще или это такая тема не очень не очень известная нет рыбалка есть ловит конечно и и тунца и баракуда много то есть Занзибар славится рыбалкой другой момент что на рыбалке также обещать ничего не ничего нельзя но туристы ловят много различных экземпляров больших вот есть рыбалка там на яхте да там чтобы расслабиться так на таких катамаранах есть рыбалка на местной лодке попроще рыбы меч можно то есть рыба очень много на Занзибаре рыбалка есть есть замечательно потому что у меня есть определенная категория туристов которые прямо там рыбалка да давайте переберемся уже на материк как бы что касается экскурсии на Килиманджаро там сафари у меня был у туристов такой опыт не очень хороший наверное попадали они в группы где русскоязычных гидов не было мы как бы ходили вообще ничего не понимали чего нам говорят потому что не у всех с английским даже хорошо поэтому хотел бы от вас услышать как группа формирует так как же объяснить то какой-нибудь пример красивый ну ладно потом ну по сути смотрите есть англоязычные группы есть русскоязычные группы у нас и тех и тех много каждый месяц разница в чем что под под русскоязычные группы ну так ну вопросы начались я давайте на вопросы чуть позже ответим у вас есть они как-то или отображаются то что я вижу потом уходит лента и все больше я не вижу этот вопрос я пишу да 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 вот смотрите конечно что то что то давайте сначала в общем про материк расскажу и сафари то есть как происходит забираем из отеля на Занзибаре из любого это называется прямо от порога до порога забрали вас из отеля утром на Занзибаре едем в Стоунтаун где у нас аэропорт международный перелетаем Стоунтаун на Занзибаре находится перелетаем со Стоунтауна в Арушу либо в Дар Салам если мы в южные парки едем если в Северную то в Арушу либо в Килиманджаро перелет в Арушу занимает час пятнадцать утренний рейс в Арушу мы вас встречаем и уже везем на любую из программ которую вы выберете там до первого парка ближайшего два два с половиной часа вкратце если то есть у нас северные парки и южные в чем разница что северные парки на севере южные на юге это понятно а принципиально что северные парки они у нас более компактно расположены поэтому за счет этого можно посетить два парка за два дня либо 3 парка за три дня на севере либо 4 парка за 3 дня если 3 парка за 4 дня если мы едем в Сиренгетти. В Сиренгетти ехать далеко, поэтому вот многие говорят, а можно сделать нам на 2 дня там Сиренгетти, за 2 дня Сиренгетти, если мы слышали, из Ингур-Ангора слушали, что это очень крутые парки, но времени нет. Дело в том, что до Сиренгетти ехать часов 7 напрямую, причем через территорию Ингур-Ангора, поэтому тут так не получится. Минимально Сиренгетти делаем на 3 дня, ну мы тогда выкидываем там некоторые парки по дороге, лучше туда залетать на самолете тогда на Сиренгетти и назад уже ехать на джипе Сиренгетти, Ингур-Ангора, и то это такая плотненькая программа получается. А так, по классике 4 дня это Тарангирин, Гурангора, Сиренгетти, либо Ингур-Ангора, Маньяра и Сиренгетти. Чтобы нормально, мы спокойно пока едем в Сиренгетти, мы добрались не спеша по дороге посмотрели другие парки, чтобы у нас не был длинный переезд, такой 7-8 часов. Мы сначала заедем в один парк, потом в другой. Да, Андрей? Четырехдневная по паркам экскурсия на человека стоимость примерно. Я понимаю, что там от места размещения зависит, но вот примерно стоимость. Сейчас открою, потому что у нас эти таблички делаю, я даже в голове там не держу все это. Очень много программ, самая последняя версия. Так, Сиренгетти. Ну, смотрите, если с материка у нас есть два вида пакетов. То есть, либо с Занзибара под ключ, либо с материка, из оружия до оружия. Ну, некоторые билеты предпочитают сами покупать местные и трансферы. Кто-то говорит, давайте под ключ сразу. Если с материка, то идет три парка у нас, четыре дня, три ночи. Трангири или озеро Маньяра, у них одинаковая стоимость, можно менять. Сиренгетти плюс Нурангора. это три парка четыре дня, три ночи. Будет 1220 с человеком. 1220 долларов с человеком. Это с материка. В группе. Если мы Занзибара берем, то получается... Сейчас найду программу. Так, три ночи, Трангири... На трон... Так, Сиренгетти, Сиренгетти, Нурангора. Трангири, На трон... Так, Сиренгетти, Трангири, Сиренгетти... Вот. Если мы берем эту программу, да, Трангири или Маньяра, Сиренгетти, Нурангора, с Занзибара, то 1450. Там добавляются билеты, вот, средняя стоимость и трансферы на материке. Понятно. Константин, по Филимандару подняться в экскурсии, как это происходит и по времени сколько занимает и стоимость. Да, давайте, смотрите, сейчас отвечу. А вот, возвращаясь к вашему вопросу, сказали, да, язык не знаю, ну, тут выбор какой. Вы либо едете смотрите, по мне так, ну, порой языка не нужно знать, вы просто фотографируете и кайфуете от того, что невероятные эмоции, да, там, лев рядом, слон, это в самом деле там пробирает очень серьезно, потому что это живые животные, они не в зоопарке, они свободные, это вы в зоопарке, сидите в машине, вы у них в гостях, они на вас смотрят, им все равно, лев может подойти, помочиться на вашу там машину, на колесо, как кошка, то есть лечь в тенечке вашей машины, вот, они вас не боятся, это вы на вашей территории, уважают, ну, как бы, не трогают, и вы их не трогаете, то есть здесь англоязычные или русскоязычные каждый сам выбирает, потому что особо без разницы, бывает в сафаре на присоединение, там есть нюансы, когда дается самая оптимальная цена, но человек, когда присоединяется, там сборная с нескольких компаний получается, чтобы дешевле было, тут один турист с одной компанией, с другой с третьей, тогда бывает машины, гиды меняются в это время, но у нас есть специальная памятка для этого, мы высылаем, мы говорим, вы получили самую дешевую цену, самую лучшую, но знаете, что есть нюансы, да, то есть не каждому нравится, что он с гидом сдружился, опа новый, а на контрасте мне одному кажется, что вот этот вот хуже, вот этот лучше гид, опа машина другая, но зато турист получает лучшую цену, если русскоязычная группа собирается, таких у нас тоже много каждый месяц, вы говорите, да, я хочу к русскоязычной группе, кто-то сознательно говорит, не, меня достали мои соотечественники, дайте я вот, хочу вот погрузиться немножко полностью в другую атмосферу, язык подучить, не трогайте меня, я устал от русских и вообще от своих соотечественников, вот, тогда мы говорим, да, вот вам, окей, а если русскоязычная группа, кто-то говорит, мне скучно, я вообще соскутился по русскому языку, вот у нас сейчас там дяденька из Америки прилетел, у нас, я говорю, у нас гид говорит, у вас гид говорит, лучше разговаривает, чем я по-русски, я уже забыл, вот, лучше, чем я говорит, вот они сейчас, у нас группа большая на сафари, там, воздушный шар, все дела, вот, естественно, если русскоязычная группа, тут без проблем, присоединяем вас к лучшей группе, к лучшему гиду, без проблем, а значит, что у нас по Килиманджаро, был вопрос, экскурсия вокруг Килиманджаро, да, Андрей, минус этого инстаграма, что нельзя одновременно говорить, когда я говорю, я вас не слышу, поэтому я сейчас сделаю паузу, а вы мне скажите вопрос, что вы хотели, нет, Килиманджаро, слушаем про Килиманджаро, давайте, Килиманджаро у нас, значит, во-первых, это легендарная гора, все мы ее знаем, слушали уж, кто-то в песнях, кто-то в сказках, ну, у всех она есть где-то в голове, и все ее мы с детства хотим посетить, и, не знаю, это либо из сказок Корнея Чуковского мы впитали с молоком матери, либо еще откуда-то, ну, вот хочется в Африку, где там злой доктор Айболит и все остальное, доктор Айболит хороший, а Бармалей злой, так вот, плохой, может быть и не злой, просто плохой, так вот, смотрите, значит, что у нас по Килиманджаро, Килиманджаро есть три вида экскурсий, первая экскурсия, можно взять и просто на день скарабкаться до первой точки, до первого альпинистского лагеря, вы планомерно идете, карабкать, ну, там, нет, карабкаться не подойдет, спокойно идете по тропочке, там не нужно никакой подготовки, особенно до первой точки, до трех тысяч метров где-то, просто вы идете по тропическому лесу, сам тропический лес уже очень интересен, там такие лианы свисают, мхи, можно очень красиво фотографии сделать, вот у нас сейчас путешественница как раз вчера присылала фотографии, брала экскурсию, вот, однодневное восхождение до первой точки, то есть, мы идем полноценное восхождение, только не до конца, а до первой точки, до трех тысяч метров, мы смотрим, как туристы другие идут, альпинисты, сами идем, может, какой-то рюкзачок можем тащить, свои маленькие личные вещи, можем ничего не тащить, это первое, и спускаемся в тот же день, если у нас времени побольше денег, то мы можем переночевать там на горе в палатке и вернуться на следующий день, ну, опционно, в принципе, поднялся, вернулся, это дешевле будет, чем ночевать, там, нужен повар дополнительно, там, портеры тащить ваши вещи в палатке, вот, вторая экскурсия, классическая, я бы так сказал, самая популярная, наверное, это когда никуда не нужно карабкаться, это когда вы вокруг Килиманджара ездите и посещаете несколько достопримечательностей, это первое, водопад, красивый водопад, второе, племя Чага, есть такое племя, не только Масаи у нас есть в Танзании, больше ста племен, около 150, насколько помню, в Танзании, Хадзе, Датога, и самые известные Масаи, конечно же, это уже такие, ну, это бренд, я бы сказал, Танзанийский, да, Танзанийский и Кенийский, но есть, оказывается, такое племя Чага, которое воевало с Масаями, пряталось от них в пещерах, там была такая очень вражда хитрая, те их вытравливали, то есть, интересно посмотреть, они как раз в предгоре Кельманджаро жили, их потомки живут там же, вот, музей вот этого племени и спуск в пещеру, пещеры, где они прятались от Масаев, и, ну, кофе, да, то есть, чем славится Кельманджаро, кофейный тур, кофейный тур, кофе, зерна полностью можете сами сорвать, либо при вас сорвут эти зернышки кофейные, и вы их ошелушите, растолчете, пожарите, то есть, в обратную последовательность, сначала шелушим, потом долбим, чтобы вся эта труха ушла, но я все нюансы не буду рассказывать, что неинтересно, но суть в том, что вы пройдете весь цикл, сами приготовите себе, начиная, да, от ягодок вот этих, вот, до того, как вы растолчете, выпьете, пожарите, выпьете, и вот все это с песнями, плясками, прибаутками, зажигательно, на самом деле, здорово цепляет, приготовите, не знаю, продукт, кофе, который мы пьем самостоятельно, вот, это вот три основных активности, которые на экскурсии Килиманджаро можно взять, и третья активность, третий вид, третий вид экскурсии, когда мы с вами поднимаемся на джипе до плата шира на западе, там, три, три с половиной высота, ну, не хотим мы идти, лень нам, но можем позволить себе на джипе, это, естественно, подороже будет немножко, чем просто восхождение однодневное, там, уже аренда машины, въезд на территорию парка, но зато вы заезжаете спокойно и смотрите, у вас красивые виды открываются перед вами тоже, гора Килиманджаро, то есть, то есть, три вида получается, пешочком, на машинке и вокруг Килиманджаро. Стоимость опять примерную, посмотрите. Бррр, стоимость примерную, сейчас посмотрим. Так, на скидку. Ну, сейчас, да, сейчас, скидку смотрим, на скидку, так, самая последняя версия, я все это считал, стандарт лоджис, баджет лоджис. Ну, смотрите, сама экскурсия, плюс день, вот можно экскурсию Килиманджаро, базовую, ее прицепить можно к любой сафари программе, потому что у нас сафари программа на севере начинается с Аруши, и мы возвращаемся в Аруши или в Моши, в принципе, все время. Гора Килиманджаро, она находится возле города Моши, а точнее, город Моши находится возле горы Килиманджаро, поэтому здесь добавочно можно прицепить этот день с Килиманджаро. Там будет около 150 долларов, 150, 180, в зависимости от отеля, которое вы выберете с человека. То есть, это получается добавочный день, ночевка и сама экскурсия. около 150 можно уложиться, в зависимости от состава группы, можно и дешевле, если полная группа получается. А, если мы с вами, так, скили сейчас откроем, если же мы с вами берем, сейчас смотрю наш файл, опция, если же мы с вами берем, так, плюс 140 человек, если восхождение делаем однодневное, то вот к этой экскурсии, которая у нас там, у нас на человек 130, 150, в зависимости от количества людей на день, то идет плюс 140, там добавляется сопровождение гида и вход, уже вход в парк сам, потому что базовая экскурсия, она делается в облике парка Килиманджаро, мы туда не заезжаем, потому что, ну, смысл, вот, а вы и так гору увидите и в ее предгорях побываете, а вот когда уже восхождение, ну, а джип там плюс, наверное, плюс где-то, не плюс 140 человек, а может быть плюс 200, наверное, потому что еще машину, то и аренда машины добавляется туда, в принципе, и все. Понятно. Константин, здесь на вопрос отвечу, буквально три вопроса было, спрашивает, почему как бы цены такие дорого, Ромашечка спрашивает, ну, не знаю, как дорого, если учесть, 9-часовой перелет, порядка там, если отдельно билеты покупать, это 70-80 тысяч рублей, ну, конечно, все эти билеты в среднем беру, если перелет 9-часовой, где-то 70-80 тысяч рублей стоит, ну, на двоих, и стоимость тура там района 120 тысяч, то бишь 50 тысяч за 10 дней, по 5 тысяч в день с проживанием и с питанием, я как бы считаю, что это не сильно, не сильно круто, просто разные направления бывают, есть направления, которые более бюджетные, есть направления более дорогие, Зибар никогда не был дешевым направлением, он всегда все-таки такое не совсем бюджетное направление, поэтому такие вот цены, да даже сейчас Египет то, что делают со стыковками через Стамбул или через Анталию пытались делать, сейчас и Египет недельный тур стоит в районе там 80-90 тысяч рублей на двоих, поэтому здесь как-то говорить, что дорого, не совсем я согласен, понятно, что трехкопеечные туры, они всегда интересны, но трехкопеечных туров даже в Курцию сейчас как таковых нету, и в Египет в том числе, нету, как раньше там люди вспоминают, которые 10 лет назад или 6 лет назад в 2014 году летали в Египет за 15 тысяч рублей на двоих на неделю, ну нет такого и не будет такого уже, потому что курс другой, потому что рынок другой, автомобилька другая, не будет такого, даже можно и не почитать. Андрей, давайте, смотрите, да, там был как раз вопрос, я думаю, немножко в другом, не в том, что почему Занзибар дорого, а почему вот эти сами сафари-экскурсия, да, то есть Занзибар на самом деле это недорого, и в прошлом году он был чуть ли не самым дешевым направлением, и люди узнали, вообще, которые никогда не знали, что такое Занзибар, о, Занзибар, о, недорого слетать, о, поеду, вот, то есть, вот таким образом люди узнавали в прошлом году, да и в этом году сейчас цена, ну, намного приятнее, чем куда-либо, это, это в общем, по пакетам по Занзибару, а по сафари, ну, тут, это нормальный вопрос, особенно, когда вот люди, те, которые привыкли пакетами летать, ну, турами, чартерами, то есть, когда ты взял тур, там, за 70, 80, ну, 100 тысяч, и когда еще дополнительно идет, там, средним цена, там, сафари от 500 долларов с человека, там, 550, минимально обычно с Занзибара на один день, и получается, а если брать, там, тур на два дня, там, то около 800, 900 долларов человека под ключ, и, конечно, у людей шок, как я взял тур, там, условно, за 120 тысяч, и такую же стоимость, если не больше, мне еще доплатить за сафари, тут дело все, как говорится, восприятие этого, люди часто воспринимают, но это же экскурсия, сафари-экскурсия, но, дело в том, что независимо, летают чартеры туда, или не летают, сафари столько всегда стоило, и, этому есть обоснование, не то обоснование, что, знаете, вот там, те, кто организует сафари, там, решили, там, не знаю, безмерно обогатиться, да, то есть, на бедных туристах, там, и не на небедных, а, и вот, заработать себе много-много денег, конечно же, цена обоснована, так же, как и всюду на рынке, на любом, я сейчас кратко очень расскажу, из чего состоит стоимость сафари, стоимость сафари состоит, первое, из трансферов на Занзибаре, то есть, вас нужно забрать из отеля, отвезти в аэропорт на Занзибаре, второе, это перелет, вас нужно, вам нужно перелететь из Занзибара на материк, третье, это джип, который стоит немаленькие деньги, там, с бензином, с водителем, с его питанием, с зарплатой, и т.д., и т.п., и с сервисным обслуживанием, которое делается после каждой сафари-экскурсии, чтобы джип внезапно не сломался, где-то посреди саванны, пятое, ну, скажем, четвертое, пускай, давайте, будет, это парки, входы, входы в парки, они не дешевые, то есть, самые, гурангоры, серенгети, самые дорогие парки, там разные цены на парки, тунзанинское правительство, кстати, еще с 2020, с 2021 года, с июля, еще будет повышение, уже официально вышло, постановление правительства, еще повысится цены на парки, незначительно, но будет дороже, вот уже документ выпустили, гид, питание, отели, билеты для гида и для вас, то есть, налоги, все, соответственно, трансфер в аэропорт назад, в Килиманджаро или Баварушу, и перелет назад, на Занзибар, и, соответственно, трансфер в отель, то есть, это много составляющих, и мне пальцев не хватило, и каждая, она занимает какую-то определенную денежку, то есть, берет из вашего кармана, кто-то говорит, давайте я билет сам возьму, и трансферы, мы говорим, да, нам так даже проще, если хотите, мы на оценку не делаем, берите билеты сами, потому что они вечно прыгают, кто-то там говорит, я чуть подумаю, билеты 89 стоили, подумали, смотрим, уже 130, еще чуть-чуть подумали, 180, нам туристы сами пишут, да, Константин, к сожалению, мы что-то, пока определялись, билеты выросли, ну, давайте уже хотя бы хоть как-то, вот, а потом их не будет, чартеры полетели, сейчас заняты, 25-го уже нету местом, хотя, что, 25-го уже улетели, сегодня, по-моему, чартер первый, сегодня у нас что? 25-го нет мест, 30-го нет мест, на 4-е число Москва почти нет, Питер на 60% загружен, как бы, ну, первые рейсы однозначно будут подгружены, помимо там основной массы туристов, еще и рекламники же, туроператоры подгрузили на первые рейсы, рекламники летят, поэтому рейсов уже нет, до 4-го числа уже не улететь, даже при желании, как-то самые ближайшие 4-е. Да, то есть это абсолютно верно, вот, поэтому, первое, это шок, у меня даже где-то отзыв есть, там, два года назад туристы летали, тоже брали там, что-то там за 80 на двоих, там, эту путевку, девчонки, и потом, когда им оказалось, то, что столько же с человека, ну, или по 80 человек, по-моему, было, и когда столько же стоило сафари-экскурсии, они четко это описали, думали-думали, долго там, месяц-два, ну, а что делать, ну, как бы, съездили и не пожалели на самом деле. Когда в самолете брали потом, общались с людьми, у большинства было даже дороже, потому что турист как думает? Я приеду на Занзибар, вы же, ну, вы же, как бы, перекупаете, как у вас там есть офис в Москве, у вас там менеджер, у вас все, то есть, ну, налажен, а я приеду, у местного парня возьму в два раза дешевле. На пляже поймаем. Но не получается, к сожалению, так, нам прилетают, туристы на Занзибар прилетают и начинают нам писать, потому что, первое, местные парни, они не организуют этого, они там живут, это бичбой, они просто продают, они перепродавцы, перекупы, это первое. Они как дополнительное звено, но они очень хорошие продавцы, они вам столько меда в уши нальют, что, ну, хочется верить в сказку, всем, и мне периодически хочется верить в сказку, потому что, когда какая-то тяжелая задача, я думаю, может, я делегирую кому-то вот этому парню там, или девушке, и все прекрасно будет, и поверю в сказки, потом обжигаюсь, и понимаю, что нет сказки, вот, а есть реальность. Так вот, эти ребята, они живут в сказке, сами, и сказки рассказывают туристам, то есть, они говорят, ну, вам группу соберем, вот, цена отличная будет, потом приходит день икс, хорошо, если вы предоплату еще не дали, вы просто можете потерять, премия, если вы еще предоплату дали, ну, а он уже пошел, отметил удачную продажу, то, а группа не собралась, ну, это нормально, потому что хорошая цена, только при группе 6 человек, 4-6 человек, ну, он просто исчезает, и все, ну, один туристам больше, другим меньше, ну, тут как бы, ну, что, ну, не получилось, ну, сори, извините, вот, то есть, такие моменты, плюс, ну, у нас сравнивают часто с местными, да, то есть, туроператорами кто-то обращается, мы цены лучше даем, потому что мы сами все считаем, связи есть, то есть, мы на месте, у нас туроператорская лицензия, здесь мы тоже зарегистрированы в России, и поэтому даем цены, так как сами пересчитываем, мы ценообразованием занимаемся, мы можем хорошие цены давать, и турагентствам, и туристам, а непонятно, как это делаем мы, да, потому что люди, ну, а как вы делаете, у вас же там, вроде, ну, много там, каких-то трат дополнительных, ну, делаем, потому что умеем считать, умеем экономить, умеем массово продавать, вот, немножко самореклама такой, да, ты рассказал. Александр, у нас вопрос, таймлимит, как бы, время в концу проходит, вопрос мы на, потом отложили, что стоит, как бы взять на Занзибаре какие-то, да, как бы там, допустим, в Испании масло везут, оливковое, да, в Таиланду, там, приправу для том-яма, что с Занзибара нужно взять, что, какие вещи, которые будут характеризовать Занзибар и напоминать о Занзибаре какое-то время человек вернет. Так, ну, что же можно взять из Занзибара? Ну, первое, записывайте. Первое. Конечно же, кофе, но если вы поехали без кофе, в Танзании вернулись из Занзибара, то, это, не берите грех на душу, привезите кофе, себе, не любите сами, да, так близким своим привезите, это очень вкусный, хороший кофе, вот, это первое. Второе, я бы взял что-то из алкоголя, есть местный джин, джин, коньяги, можжевеловая водка, интересный напиток, гонится в Танзании, качественный все, есть вино неплохое в Танзании, местное, в Додоме производят, вот, что еще? 20 секунд у нас осталось, так, все, фрукты обязательно возьмите, дуриан, там нельзя, там кокос, лайми, драгоценности, если деньги есть, в Танзании, безусловно, конечно же, берите, что еще? Ткани, традиционная одежда, очень красивая есть, все, вырываетесь,